Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина подготовила видеопрезентацию, посвященную славянским мифическим существам. Славянские мифологические существа были важной частью для славян. Они гармонично вписывались в их жизнь. Десятки, сотни сказаний, быличек, сказок ходили по Руси. Суверия и фантазии народа создавали еще множество необыкновенных персонажей. О них рассказывают былички. Это таинственные существа, жильцы лесов, болот, рек, полей, сельских дворов. И о некоторых из них мы сегодня хотим вам рассказать. Леший – хозяин леса в мифологических представлениях славянских народов. Другие названия – лесовик, лесник, лишак, лесной дядя, дикий мужичок и даже лес. Его место жительства – глухая чищоба, но иногда и пустырь. Леший похож на человека, но внешность его описывают по-разному. Он может являться человеку в разных видах, но чаще всего показывается людям дряхлым стариком или косматым чудовищем. К хорошим людям леший относится хорошо, помогает выйти из леса, а к не слишком хорошим – плохо. Путает, заставляет ходить кругами. Он поет голосом без слов, бьет в ладоши, свищет, аукает, хохочет и плачет. И часто леший становится персонажем русских народных сказок. Каргаруши или калаверши – мифические существа мелкого размера, служащие на посылках у домовых или ведьм. Как самостоятельный персонаж почти не встречается. И смертные их видят в основном в образе кошек, преимущественно черной масти. А по другой версии каргаруши – это мамошники дворового и приносят своему хозяину припасы или деньги, воруя из-под носа соседского дворового. А соседские каргаруши, в свою очередь, могут поступать подобным образом, устраивая случайное митье посуды или потери, которые нельзя ни предусмотреть, ни отвратить. Кострома – это сезонный мифологический персонаж воплощения весны и плодородия в русской культурной традиции. Имя Кострома происходит от слова «костер», которое в восточнославянских диалектах означает «солому для сжигания». Существовал ритуал похороны Костромы. Соломинное чучело, олицетворяющее Кострому сжигали либо хоронили, разрывали на части с обрядовым оплакиванием и пением песен. Все эти обряды были призваны обеспечить плодородие. Лихо-одноглазо – это дух зла, несчастья, олицетворения горя. Лихо-одноглазо выступает как образ злой судьбы. Название «лихо» восходит к прилагательному «лишней». Так обозначался тот, кого следовало избегать. Облик «лихо» очерчен не вполне определенно. Как и многие обитатели иного мира, «лихо» и похоже на человека, и отличается от него. И «лихо» представляется либо как огромный одноглазный великан, либо как высокая, страшная, худая женщина. В сказках, как правило, «лихо» действует в образе художенщины огромного роста с одним глазом, которая живет в глухой лесной чаще. И когда рядом с человеком находится «лихо», его начинают преследовать самые разные несчастья. Часто «лихо» привязывается к такому человеку и всю жизнь мучает его. Тем не менее, согласно русским народным сказкам, человек сам виноват в том, что к нему привязалось «лихо». Он слаб, не хочет противостоять повседневным трудностям и ищет помощи у злого духа. Дед Мороз. Также Морозка, Трескун, Студенец. Заславянский мифологический персонаж. Повелитель зимнего холода, олицетворение зимних морозов, кузнец, сковавший воду. Древние славяне представляли его в образе низенького старичка с длинной седой бородой. Его дыхание – сильная стужа, его слезы – сосульки, ини – замерзшие слова, волосы – снежные облака. Дед Мороз первоначально был злым и жестоким языческим божеством, повелительным ледяного его холода и пурги морозивших людей. Но вместе с тем существовал и образ доброго Мороза, который живет в ледяном доме, спит на перине и снега, а зимой бегает по полям и улицам и стучит. И от его стука начинаются трескучие морозы и оковываются реки льдами. Домовой. Древние славяне считали, что домовой обитает абсолютно в каждом доме. Что касается его точного местоположения, то излыбленными местами его являлся чердак, печка, дымоход или порог. Домового по-разному описывали. В большинстве случаев домовой – это небольшой старичок с большой бородой. Считалось, что он либо обладает обликом создателя рода, либо текущего хозяина дома. Но домовой умел и менять свое обличие. То есть ему было подвластно принять облик не только любого человека, но и любого животного. В большинстве случаев все-таки домовой не видим. В старину домового считали крайне важным духом. Поэтому неудивительно, что люди старались поддержать с ним добрые отношения. Всегда его подкармливали, ухаживали за ним и делали все, что он всячески помогал им в быту. И не только. В случае, если человек собирался переезжать, существовал специальный заговор, который просил домового переехать вместе с ними. Полевой или полевик – один из низших духов в славянской мифологии, родственник домового. Обретается в полях, обычно обработанных, но может и просто жить в диком поле. Также его называют луговиком, если он живет на лугу. Дух этот полевой видится в виде маленького белобородого старичка, который не любит, когда кто-то работает в поле. Но в конце концов, внешний облик полевика, как равный его характер, выясняются очень мало. И во всей народной мифологии это едва ли не самый смутный образ. Относительно доброго, но проказливого нрава полевик имеет много общего с домовым. Но по характеру самых проказ он напоминает лешего, также сбивает с дороги, заводит в болото. Известно, что полевик зол, и подчас он любит сыграть с человеком недобрую шутку. Он капризен, и его легко разгневать. У полевиков, в отличие от прочей нечисти, любимое время года – полдень, когда избранным счастливцам удается увидеть его наяву. А в помощницах полевой имеет полуденец – девушек из разряда русалок, но живущих в поле. Полудницы или полуденицы в славянской мифологии относятся к берегиням поля или земли. Это высокие девушки с длинными косами. В полдень выискивают в поле тех, кто не ушел в день на отдых. Если же найдут, то могут сильно ударить по голове или защекотать до полусмерти. Полуденицы опасны для людей, особенно для детей. Они следят за тем, чтобы они не ходили в поле или не мяли хлеб. Полуденицы любят плясать, причем перед плясать их никто не может. Могут плясать без устали до вечерней зари. И часто считаются одним из видов русалок, поэтому иногда их называют полевые русалки. Русалки. В Древней Руси мифологические существа часто видят полуженщины, полурыбы с длинными распущенными волосами. Русалок можно встретить во многих местах – в поле, у воды, на деревьях. Водяные красавицы аукаются между собой, пляшут, водят веселые хороводы. По преданию, весной они плещутся в снеговых ручьях, играют и резвятся до тех пор, пока не сойдет с рек и озер лед. А в старину на русалочью неделю плевинки и оставляли их для русалок в лесу. Алконост и сирин. Райские птицы с головой девы. Птица сирин очень похожа на греческих сирин. Это райская птица с девичьей головой и нимбом. У нее прекрасный голос, однако иногда ее сравнивают и с плосланниками из ада, поскольку она сводит с ума своим пением. Птица не любит громких звуков, поэтому ее отпугивает колокольный звон, звуки трубы или пушечный залп. Птица-алконост внешне очень похожа на сирин, однако имеет еще и женские руки. Пение этой мифической птицы завораживает любого, услышавшего его. И человек забывает обо всем и идет на звук. Сирин и алконост очень похожи и очень часто их изображают вместе. Но поют они о разном. Сирин это поет песни радости, тогда как алконост песни печали. Чур, щур или чурила это славянский бог родового очага, оберегающего границы земельных владений. Афанасьев определял его как божество пылающего в очаге огня, охранителя родового достояния, почти домового. Славянское мифологическое божество пограничных знаков, покровительство приобретению и наживе, символ чурки или чурбаны, то есть межевые знаки. Чур знаком всем, даже не интересующиеся славянской мифологией. Известное выражение «чур меня» взывает к древнему богу-охраннику. Человек как бы очерчивал некто охранительные границы вокруг себя, а современные исследователи усматривают в слове «чур» значение магического круга, через который не может переступить нечистая сила. И обращение к этому богу помогало охранить свои владения, ограждало от неверных поступков, уберегало от бед и врагов. Славянская мифология всеобъемлющая. Это не религия или эпос, это образ жизни. Она находила воплощение и в быту, будь то обряды, ритуалы, культы или земледельческий календарь. Но по сей день древние верования продолжают жизнь в образах, символике, ритуалах и в самом языке. Редактор субтитров Корректор А.